Работа над посланием главы республики к государственному совету идет полным ходом. В подготовке послания, как правило, участвуют все жители республики. Что волнует их больше всего, выясняла наша съемочная группа. Если сейчас повысить налоги предпринимателям, а предприниматели, они же все равно должны какую-то прибыль получить, они поднимут цену на продукты, на вещи, и получается как бы палка о двух концах. Хотят, чтобы пополнить бюджет и сделать людям хорошо, поднять налоги, а получается наоборот. Я вот приобрел квартиру в Садовом районе, у меня пока автомобиля нет, и вот присутствует такая проблема, как общественный транспорт там очень как-то неудобно ходит вообще. Ой, здорово было бы, если бы детское пособие немножко увеличили. 300 рублей в месяц мы сейчас получаем. Детские пособия, повышение детских пособий, и плюс как бы вот дороги очень плохие, как бы хоть бы ремонтировали. И дома вот разрушаются, смотрели. И еще вот газовые плиты у нас вот отключили по социалистическим 15, не предупредив. Как вот мамам-инвалидам готовить. Еще вот коляски, чтобы мамам-инвалидам хотя бы как соц. обеспечения обеспечивали. Очень огромные очереди приходится сидеть в поликлиниках. Очень тяжело взять талон. Это буквально две недели надо ждать, чтобы прийти первый раз к врачу. За две недели можно выздороветь. Мне кажется, нужно посмотреть на то, что очень-очень много у нас аварий разных. Вот. На это нужно обратить внимание. Потом насчет того, что люди пьют, спиваются. Вот это тоже очень большая проблема у нас. Ну, зародную платку, конечно, всегда волнует. Особенно педагогов. Я сама педагог, получаю мизер. Вот это мне, конечно, угнетает меня и всех моих коллег. Естественно, образование и работа. Если в наше время у нас очень было много таких профтехучилищ, которые давали нашей молодежи какую-то специальность, сейчас не идут работать по таким специальностям молодежь. Хотелось бы, чтобы, наверное, все-таки каждая профессия хороша. И без этих профессий нам не обойтись. Проблема социального обеспечения инвалидов, ветеран войны в первую очередь. И ветеранов труда, пенсионеров. Это вот самое главное. Если вот всегда будут помнить, что мы работающие люди помним о своих родителях, значит, и дедах, и бабушек, которые заслужили хорошую жизнь, тогда у нас все будет в порядке.